А вы знали, что в аккумуляторных батареях, помимо аккумуляторов, находится кое-что еще? Все, наверное, подумали, что там находится плата защиты, но на самом деле так не всегда. Иногда там встречается интересная и необычная вещь. Она тоже служит для защиты аккумуляторов, но работает совсем по-другому. Это самовосстанавливающийся предохранитель. Несмотря на свое название, с обычным плавким предохранителем он не имеет ничего общего. Давайте разберемся, как он устроен и где его можно применить. Предохранитель обклеен диэлектрической пленкой с маркировкой. Если ее брать, то можно увидеть, как он выглядит. Если никогда с такими не сталкивался, то в жизни не догадаешься, какую функцию выполняет эта штука. Предохранитель – это та пластинка, которая находится посередине, а отводы выполнены из никелевой ленты. Сбоку хорошо видно, что внутри находится черный слой. Давайте попробуем поразвонить предохранитель и понять, что он из себя представляет. Для более точных измерений сначала замкну щупы и посмотрю их сопротивление. Мультиметр показывает примерно 1,5 Ома. Теперь сопротивление предохранителя. А здесь точно так же. Если даже поменять щупы местами, сопротивление остается тем же. Ток в обоих направлениях идет одинаково. Это говорит о том, что здесь нет никаких анодов или катодов. Если в предохранителе поковырять иглой, то можно понять, как он устроен. Две половинки, на которые припаяны никелевые ленты, похожи на фольгу, а между них находится толстый слой темного материала. Это из-за того, что материал, из которого изготавливают такие предохранители, содержит в своем составе углерод. Если говорить более точно, то углерод перемешан с полимером, из которого изготовлен предохранитель. Полимер ток не проводит, а вот углерод, как мы знаем, отличный проводник. Когда по предохранителю протекает большой ток, полимер нагревается и расширяется. Углерод двигается вместе с полимером и токопроводящие цепи теряются. В результате этого сопротивление предохранителя увеличивается. После того, как предохранитель остынет, он снова начинает проводить ток, как раньше. Теперь проведем небольшой эксперимент. Посмотрим, что будет с предохранителем, если произойдет короткое замыкание. Этот мультиметр будет показывать приложенное напряжение. Его щупы будут располагаться параллельно предохранителю. Сейчас на холостом ходу напряжение блока питания 10 вольт. Этот мультиметр будет показывать ток, проходящий через предохранитель. Электронный термометр будет показывать температуру предохранителя. Его термодатчик приклеен скотчем. Ток блока питания я выставил на минимум. Поэтому, когда я сейчас соединю цепь, напряжение просядет. А ток будет всего лишь около 100 мА. Фактически получается, что сейчас короткое замыкание. Ток сейчас точно такой же, какой я выставил на блоке питания. Пока предохранитель работает как обычный проводник. Падение напряжения на предохранителе 0 вольт. Выделяемая на нем тепловая мощность очень маленькая. Потихоньку буду увеличивать ток на блоке питания. Чтобы не затягивать время ролика, дальше скорость я увеличу. Ток 1 ампер. Предохранитель еще работает. Падение напряжения на нем увеличилось. 150 милливольт. Получился небольшой нагревательный элемент. Обратите внимание, что температура потихоньку повышается. Увеличу ток еще больше. 2 ампера. На предохранителе напряжение 280 милливольт. Это уже почти пол ватта тепла. Увеличиваю еще. 3 ампера. Напряжение сначала стояло на месте, но потом начало расти. Обратите внимание, что при этом ток стоит на месте. Это говорит о том, что в какой-то момент сопротивление предохранителя стало увеличиваться. Затем как будто произошел обрыв цепи. Но на самом деле это не полный обрыв, так как ток сейчас через цепь все-таки идет. Всего 120 милливольт. Температура все еще повышается и гораздо быстрее, чем раньше. В таком состоянии я продержал схему около получаса. Предохранитель набрал температуру примерно 64 градуса и дальше она не подымалась. В следующем эксперименте я хочу посмотреть, насколько быстро сработает защита от короткого замыкания, если предохранитель остывший. Напряжение блока питания будет также 10 вольт. А ток я выставил на максимум 5 ампер. Сейчас я просто замкну щупы и амперметр покажет этот ток. Подключаю предохранитель. По моим подсчетам защита сработала через 4 секунды. Предохранитель снова разогрелся. Но к сожалению термометр этого не показывает. В его измерениях присутствует очень большая энерция. Он не может сразу отобразить нужную температуру, так как термодатчик должен еще прогреться. Заглянем в даташип к этому предохранителю и попробуем понять его основные характеристики. Меня интересует вот эта таблица. При выборе таких предохранителей надо опираться на несколько характеристик. Холд. Максимальный ток, который может пропускать через себя предохранитель в рабочем режиме. Трип. Минимальный ток, при котором предохранитель переходит в непроводящее состояние. Рабочее напряжение. И мощность, которую на себе может рассеивать предохранитель. В первом столбце указана обычная комнатная температура 20 градусов. При такой температуре продолжительный рабочий ток будет составлять 1,75 ампера. Скорее всего маркировка предохранителя взята с этих цифр. Дальше идут параметры при температуре 0 градусов. Рабочий ток 2 ампера. Срабатывание 4,4. Предположительно на такой температуре предохранитель может работать и при 3 ампера. Но при таком большом токе он начнет нагреваться. И со временем все равно отключится. Дальше, как и указывалось раньше. При температуре 20 градусов рабочий ток 1,75. А срабатывание 3,8. При 60 градусах рабочий ток 1,2 ампера. А отключение 2,7 ампера. Как вы уже заметили, при увеличении температуры рабочий ток и ток отсечки начинают уменьшаться. При 85 градусах рабочий ток падает и вовсе до 0,9 ампера. Дальше указано время, через которое происходит отсечка. При температуре 20 градусов и токе 8,75 ампера. Отключение произойдет примерно через 5 секунд. Кажется, что это немного, но на самом деле, если у прибора, где установлен этот предохранитель, нет никакой защиты от перегрузки или короткого замыкания, то за это время он может уже сгореть. Здесь указано сопротивление предохранителя в обычном режиме при температуре 20 градусов. А здесь его сопротивление после того, как он отключился и снова включился. Только эти измерения сделаны не сразу, а через час. Даже после такого промежутка времени его сопротивление может быть больше, так как оно уменьшается не сразу. Предохранитель в этом случае работать будет, но его сопротивление будет чуть больше. В последнем столбце указана максимальная выделяемая мощность на предохранителе. Она составляет всего лишь 1,5 ватта. Максимальное напряжение, на которое рассчитан этот предохранитель, 15 вольт. Получается, через него должно проходить около 100 миллиампер. Рабочее напряжение при выборе предохранителя для какого-то прибора имеет очень важную роль. Смотрите сами. Напряжение всей аккумуляторной батареи, где стоял этот предохранитель, 8 вольт. И совершенно не важно, где он стоит, либо между аккумуляторами, либо на выходе этой батареи. Пока есть какая-то подключенная нагрузка, падение напряжения на предохранителе очень маленькое. А вот когда произойдет короткое замыкание, все напряжение аккумуляторов приложится к предохранителю. Чем больше напряжение, тем больше ток и больше выделяемая тепловая мощность. В таком случае предохранитель просто спекется и сгорит. На предохранитель можно подавать большее напряжение, но ненадолго. К примеру, на этот я подавал 30 вольт, но только на 5 секунд. В этом случае он очень быстро нагревался, но остался целым. В целом, самовосстанавливающийся предохранитель отличная штука, но к его выбору надо подходить с умом. При минус 10 он будет держать больший ток, чем ты рассчитывал, и защита может не сработать. А при плюс 30, наоборот, прибор будет отключаться раньше, чем нужно, и не будет работать как положено. Поэтому их можно использовать только в тех случаях, где температура будет постоянной. Также на его работу могут влиять и другие детали, которые расположены рядом. Тепло, отходящее от транзистора или диодной сборки, может легко поменять параметры предохранителя. А если предохранитель будет в SMD-исполнении, то его корпус легко сможет подогреваться от платы. И наоборот, если плата будет очень холодной, то она также будет охлаждать и предохранитель. В этом случае все ваши предполагаемые параметры прибора могут легко измениться. И еще не забывайте о том, что самовосстанавливающийся предохранитель далеко не бессмертный. При частом отключении или сильном перегреве предохранитель может перестать работать. Количество его срабатываний обычно от 100 до 200. Но надо понимать, что это все-таки защита, которая срабатывает в аварийных внештатных ситуациях. Если он будет срабатывать даже 2 раза в месяц, то его ресурса хватит на несколько лет. Самовосстанавливающиеся предохранители бывают разных форм и размеров. Бывают высоковольтные, низковольтные, рассчитанные на большой ток и маленький. Поэтому использовать их можно во многих сферах. Они защищают многие приборы от перегрузки и коротких замыканий. Как раз такая функция возлагается на них в USB портах компьютеров. Для многих людей такие штуки до сих пор являются экзотикой. Поэтому если у вас есть опыт применения их в каком-нибудь оборудовании, то пишите об этом в комментариях. Думаю многим будет это очень интересно.